И удары будут наноситься в глубь территории России. Война неминуемо перейдет в крайне жестокую фазу, и нам необходимо будет принимать определенного рода решения. Не надо тишиться иллюзиям, что Украине чего-то не дадут. Украине дадут все. Дают F-16, и F-16 важен не как отдельная боевая единица, а как платформа для самого разнообразного оружия, которое, конечно, тоже будут поставлять. И удары будут наноситься в глубь территории России. Мы вчера об этом говорили. Мы же так любили Google, мы же дали оцифровать всю нашу страну, все же известно. Мы же сделали все возможное для того, чтобы следующее поколение боевых беспилотных летательных аппаратов долетало куда угодно и по системе оптического распознавания уничтожало любой объект на территории России. Да, мы должны будем сейчас серьезно озаботиться ПВО, и компаниям надо будет не с радостью тратить деньги на хоккейно-футбольные клубы и покупку очередного игрока с большой жопой, а на то, чтобы защищать свои объекты. Потому что когда читаешь, как на полном серьезе, в какой-нибудь важный НПЗ что-то прилетело, возникает вопрос, а хозяева этого НПЗ, они вообще каким местом думали, когда не сделали ничего для защиты стратегически важного? Они хотят, чтобы и это сделало для них государство. То есть мало того, что их посадили на золотую жилу, теперь еще и вот это дайте. А они будут, значит, все ходить в шоколаде и мериться размерами своих крепостных хоккеистов, футболистов там и кого-то еще. Может, надо понять, что вообще-то отечество в опасности. Вообще-то война идет. С нами воюет блок НАТО. С нами воюет, я еще раз повторю, суммарная мощь миллиард человек. Экономика очень сильная. Очень сильная. Не надо себя обманывать, что да, они тут сейчас. Сейчас американцы заявили, к концу следующего, к концу этого года они будут выпускать 100 тысяч. 155-х в месяц. Вы что считаете, эти 155-е мимо наших полетят? Убивать русских? Ну, это же так прикольно. И мы не проводим карательные операции по уничтожению всех тех, которые планируют это убить. И уже есть с нами Сергей Зурец, військовый эксперт, директор компанії «Дефенс-экспресс». Кажемо, ему доброго ранку. Пане Сергею, доброго ранку. Доброго ранку. Власне, давайте начнемо з того, что происходит сейчас в часовом ярии. Я так понимаю, что там непроста ситуация, и очень сильно россияне намагаются влаштовать прорыв десь из Бахмута и туди далее на Краматорск. Какой напрямок их вопрос? Я чувствую, что вопрос скорее про Залужного и Сильского, но я вижу, что на самом деле начали ситуации на фронте. Мы до этого еще дойдем. Давайте все-таки начнемо с фронта, свежей информации. Как раз ситуация на фронте остается складной на всех делянках. Мы насампереду должны концентрувать внимание как раз на скорейшем Авдіївке, где враги намагаются просустися до лінії забезпечения, на которой стоять наш гарнизон. Намагаются пробовать между Коксохимом и Авдіївкой, где как раз до траси, которая крайне важлива для нашего забезпечения. И вчера до вечера были крайне складные боевые дії. На ранок у меня пока нет информации о том, что изменения, но в любом случае это на сегодня наиболее стандартная дельянка фронта. Когда мы говорим про Чесів-Яр и ситуацию навколо Бахмута, то насправді, что говорить про Чесів-Яр, противнику еще надо просустися до Иванівского. Действительно, они там здействовали спроби вдовж дороги на Иванівске с півночі, с пів дня рухатися. Но как раз вчера вечера я мав разговор с офицером, который состоит на этой дельянке. Он говорит, что в принципе просувания там противника немае, есть брак боеприпасов, есть погода, потому что там можно просуватися лише на технике, на гусеничному ходу. И в любом случае он говорит, что там наши війська стримуют просування противника. И он насамперед меня питал, что происходит в Киеве. Это офицер достаточно высокого уровня, на бригадном уровне, питал, что происходит, какие будут наступки, связанные с изменой військового керівництва. Потому что, каже, меня подлегли питают, что это означает. Это является таким дзвиночком, что, власне, изменой главы командующей Збройных сил, она сейчас вызывает какие-то вопросы о Збройных силах. И тогда мы можем говорить о том, что это решение, которое ухвалил Володимир Зеленский, оно является таким суперечным решением в достаточно сложный период, когда ситуация на всех направлениях фронта является крайне сложной. И хотя мы понимаем, что, когда мы говорим про демократичные страны, про цивильные отношения, про стосунки влади и військовых, то, зазвичай, в демократичных странах дейсно завжди політики и цивильные мают эту гору над військовыми. Потому что, когда там возбудиваются такие изменения, то это, мое мнение, еще політичное решение влади в межах повноважений и компетенций. Ну и, власне, теперь переходим до того, с чего вы сподівалися, что мы начнемо, до обговорения вчорашнего решения Володимира Зеленского «Відправить відставку генерала Залужного и призначити нового головкома пана Сирського». Власне, турбуются наши глядачки, и я вас також запитаю, вчора это лунало, я думаю, еще сегодня також будет лунать в соцмережах. Но, кроме того, и «Захидная пресса» також про это писала. Генерал Мік Райан назвал Залужного интеллектуальным лідером, который турбуется про життя каждого солдата. Зрештою, такої славы подтверждают и військовые залужные, среди них. А от про пана Сирського есть другие відуки, про что, зокрема, пише и «Захидная пресса». Пишут таки, что прозвища он таки отримал, называют его генералом Жуковым. Я вчора, наприклад, побачила еще одно таке образное прозвищо генерал-200. Мовляв, пан Сирський для него главное мета, а не те, как досягнение цієї мети может отбирать, коштовать життя військовым. Пан Сергей, что скажете вы? Ну, насправді, когда мы говорим про військового керівника різного рівня, то он має забезпечить эффективное функционирование системы. Потому что, когда мы говорим про, ну, мы говорим, про эффективное иснувание військового организма, то там, мабуть, есть четыре базовых критерии, которые можно брать там за основу. Зокрема, там, это довера до миссии. З миссией у нас это, понимаем, мы маем забезпечить защиту страны, выбить противника из нашей территории. Довера до старшего начальника, до військового командира, довера до побратимы, довера до зброи, которой ты користуешься. Все эти четыре складовы, в принципе, они додамогтися по перемогу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Реквізити